Всем привет, с вами Леня Чоппер. Сегодня будем рассказывать, как играть в коннекторе на Mirage на Faceit Premium или в обычке. Начнем мы с пистолетки, как играть в пистолетке, когда вы хлопающий игрок. Если у нас есть рез, можете идти в окно, пофигу, начинай в окне, он пойдет первым, начинай лучше рез. Можно пойти куда-то угадать, например, третьим Б. Позиция неважна, встаньте там, где вам удобно. Удобно тут, поставьте нормальный прицел. Удобно тут, поставьте нормальный прицел. Но если вы делаете действие с какой-то угадайкой, вам обязательно нужно с тиммейтами договориться, типа, мужики, нас тут много, давайте другой плент отдадим. Главное, чтобы вас услышали. Если вы идете в конн, первый тайминг тут есть, то дальше уже выбирайте, либо идти поджать, либо пойти куда-то помогать, где уже выход идет. Если ты выиграл пистолетку, опять же, вы берете себе, обязательно берите, не важно, делай, на премии, в обычке, в команде, берите себе второй армор. Еще в идеале смотреть надо от того, бомбу ставили, мужики не ставили. Смотрите это и берите второй армор обязательно. Лучше взять фамасы, взять какие-то гранатки, чем взять эмку с первым армоном, получить себе заглака и отдать раунд. Что можно делать с первым армором? Ну, самое простое, ты по риску бежишь, даешь хае и, типа, можно отсюда уже принять, если человек выходит быстро, можно пойти подойти ближе, сыграть, распикать слоу. Первый армор, второй армор, ты просто приходишь, даешь хае, ничего нету, у тебя мужик не стоит, смотрит, ты пришел, взял подвал, например. Можно встать просто, допустим, у вас один стоит тут, вы отсюда можете взять, да, и у тебя второй, ну, с окна мужик ушел куда-то, или он замечательно сортал где-то. Главное на миде, где бы вы ни играли, это дать контакт и жить. Типа, не надо здесь супергеройствовать, там, убил одного, пошел еще, еще. Всегда хватит одного килла и отойти уже сыграть. Потому что чаще всего это, если это прем, то когда вы будете давать киллы, то у вас будет реакция, допустим, вы здесь пришли, или с окна, неважно, дал килл, все, нету. Уже сразу должен быть понимание, что чел где-то идет сюда, потому что тут стоят типы, они такие, ага, мид сдох, все, тон, чел 1а, пошел распикивать. Ты выходишь, эту законтролил, эту убил, все. Если проебали пистолетку, то ты идешь, допустим, у тебя есть дигл, первый армор, допустим, и смог. Смог в первенке всегда важен, потому что, да, часто кидают молик, и будет хорошо, если ты будешь давать, чтобы у тебя был варик поиграть под него. Либо выйти, лево под флешку пикнуть, и прочее. Поэтому, допустим, ты проиграл, взял дигл, попросил мейта флешку. Допустим, он тебе дал, ты такой раз, вышел, здесь убил. Все. Нормальная штука, если вы, допустим, договоритесь вместе с тиммейтами, допустим, так же, да, со смычком здесь, давай выпадем мид, когда мужики будут проходить. Но чаще всего, насколько я понимаю, люди будут бежать, да, там давать какой-нибудь смог в окно нормальный и бежать здесь быстро, да, то у тебя есть тайминг, тогда ты пришел, дал, слушаешь, говоришь мужикам, мужики, дайте к зиге, мужики подошли, тебе саппом-то дали флешку, толпой вышли, убили. Все. Если вы не идете в кон, идете, допустим, на А, два варика, может быть, это первый варик, это вы можете даем встать с тиммейтем как-нибудь, там, не знаю, ковры, на ковры первый варик, второй варик там где-нибудь дефолт станет, вы там здесь станете принять, а от того, что у вас есть мочки, да, но это уже такие сложные штуки, поэтому сам второй варик, это пойти просто с днем степом и просто с контактом пробить одну дыру. Почему? Потому что чаще всего люди бегут с калашами мид быстро, да, собрать инфу и прочее, у вас много времени, чтобы пойти выиграть зону в два пистолета, отрезать одного типа, либо навязать файт здесь и отыграть раунд от этой инфы. Вот и все, тоже второй варик. Агрессия в апланте. Короче, если вы играете на апланте вторым, то вам нужен молик нормальный, да, чтобы чел здесь не мог убить и не мог эту инфу золотать, прошел, не прошел. Вот, потом вам надо сделать такое, чтобы вы, если идете, допустим, в паре вдвоем пикать, то чтобы один чел у вас вышел на широком обязательно. И не было так, что вы идете вот на шифте в поисках, потому что если тип стоит какой-нибудь с калашом, то ему будет неудобно, если вы вдвоем идете, наш урок он вышел, вдвоем разменяли. Что еще может быть с агрессией? Это по респу просто на, ты у тебя первый респ здесь и ты пошел. Дал там какой-нибудь себе смок в яму, флешку мид кинул типам и пошел убивать здесь. Здесь убил всю инфу золотал, поджал, не поджал, это уже дело выбора. Дефолтные гранаты и позиции. Самый дефолтный, короче, просто вот смок вы дали. Потушили и играете здесь спокойно. Если вы будете кидать тиммейт своему молик в яму, если вы идете отсюда, да, какой-нибудь. Примерно все такую штуку кидают. Смысл такой, что типа вроде бы, что он взрывается и даже с бруста вас не видно. Дефолтные флешки, ну, самая простая, это тот же ника кидает, вот так просто выходит, первое. Второе, это допустим, вы идете с хелпы, вам прилетает окно, вы можете кинуть такую флешку, чтобы это делать для того, чтобы часто на премию бегут типы вот так, и вы себя обезопасиваете тем, что вы можете дать флеш, может быть еще инфаркт какой-то от тиммейтов, и вы выходите спокойно, что если здесь будет, у нас лепинг, то вы его покрошите. Если у вас выход на, а если вы стоите это здесь, и вы еще не готовы драться, то вы можете кинуть просто тиммейту под дефолт, если к нему давят. Если же вы стоите где-то вот, вот здесь, и идет выход, чаще всего лучше пойти просто убить типов. Почему? Потому что, допустим, вот ковры выходят, три ковры, допустим, ковры, да? Нет, вы не успеете кинуть, достать там какой-то молик или смог, у вас типа съедят, и не успеете вы ему флешкуять, ну что вы выходите, лучше нога не убить. Что еще по гранатам у вас может быть? Какой-нибудь, не знаю, смочок там а-ля фейскрака. Вроде он так давался раньше. Что вас типа здесь не видно. Вот, типа, можете его играть. Но я уверен, что эта штука уже очень древняя, но вряд ли она нам понадобится, но на всякий случай можете играть. Но сейчас такая штука, что чаще всего тут у вас будут смоки, если же нет, да, вы можете кидать. Если у авика нет респа, молик в окно. Что вы будете делать? Если вам его не потушат, то у вас будет варик выйти наказать типов, потому что где-то здесь будет смок, да, неплохо, у вас будет варик сесть, дать первый контакт, уйти, да, наказать. Если же вам будут два смока, для вас это идеально, вы выманили одной гранатой два смока. И даже на премии типам будет хуже доигрывать потом, и вы можете спокойно, да, уже свой дефолт играть с хелпы, допустим, если же вы стартовали в окно, что у вас уже чел играет здесь, в перимке, либо он стартует в А, и означает, что вам просто остается, допустим, дать сюда. Если даже подумать логически, просто посчитать, то у типов остается один сюда смог, один сюда смог, и у них уже смоков остается максимум один, и им уже очень сложно будет какие-то выходы делать, следовательно, если вам два смока потратили, не обязательно драться с типами, потому что они уже в проигранной ситуации. Но при этом при всем вы должны понимать, если вы здесь стартуете, вы всегда должны давать инфу типам по зигу. Если вам дают два смока, и вы отсюда бежите, вы не успеете ни в каком случае типа поймать тот человека, который у вас идет в зиг. И вам нужно, если вы прилетает вам два смока, вам нужно давать инфу своим, что может быть зиг, потому что навряд ли у вас будет такое, что у вас будет стоять здесь савит стикет, и вот так вот дает первый тайминг, он по-любому будет стоять вот так вот, и говорит, типа я взял яму, мужик, смотри, ковры. Поэтому вы за это отвечать будете, вы просто можете искать. Вам прилетает два смока, вы такие, челы могут быть зиге, все, это уже его будут проблемы тут. Если он протупит, это его трабл, потому что вы уже сказали ему. Все, потом если два смочка прилетело, вы подошли, дали какой-нибудь смочок дефолтный, чекнули, ничего нету, вышли там, забрали ему все. Что мы делаем, если мы приходим на мид, его не занимают. Первый вариант, это пойти встать мид и позвать любого тиммейта к себе, неважно, это может быть зиги, это может быть с коннектора и стоять в миде. Второй вариант, это просто играть на чек. Типа отсюда ты чекаешь. Ну, были бы получше у меня настройки, я бы получше микро бы сделал здесь. Ну короче, вы с этой штуки прыгаете, чтобы увидеть подвал. Если в мид не один смок улетает, никакого внимания, можете просто дать сюда молик и ждать реакцию здесь. Когда ты играешь в хелпе, в перенке, если ты играешь именно в перенке, вот ты тут стоишь. Допустим, ты стоишь, тебе дал себе смок, тебе дали сюда смок, тебе дали сюда смок. И ты понимаешь, что сейчас полетит молик или будут занимать. Самое простое, это попросить у мужика флешку, допустим, сюда. Ну, на 10 хорошую, которая упадет где-нибудь здесь. Под этот ты можешь выйти просто с перенки, выйти, убить упор и уйти. Второй вариант, это ты можешь, если ты в перенке, если ты стоишь и летят гранаты, у тебя два на, допустим, вот этот чел, он может дать, можешь попросить ему тоже дать флешку себе. Второй вариант. Третий вариант, летят гранаты на мид занимания, ты отходишь отсюда, слушаешь тайминги. Опять же, нужно смотреть всегда, могут или не могут выйти мэйт. Если не могут, ты уже все отдал, просто говоришь, мужики, они могут сейчас сделать что? Либо просветить б, либо просветить летят. Все, ты принимаешь. Но если он может, когда тайминг взаимания прошел и молик уже догорает, ты можешь обратить себе флешку в перенку просто сапланта. Она есть отсюда. Ну, аешку лучше показывать. Ну, то есть не так далеко просто. Ну, вы поняли, короче, идея, саму идею. Ну и также, если вы играете в перенки, вы все свои гранаты потратили, вы пытались что-то пикнуть и ничего не получается у вас, отгоняют здесь зонят, вы можете пойти подпушить. Например, вот стоит здесь. Игрок, ты говоришь, пойдем, яму-упор встанет. Все, идешь, яму-упор. Чтобы было проще, в идеале, да, чтобы тебе полетела какая-то сюда флешка. Все, флешка прилетела. Вдвоем заняли. Уже вы отбили дофига зон и можете уже принимать сплит. Если вы играете здесь и вам надо что-то ретейкнуть, сперва-наперва, допустим, если вас хлопы и васа занимают, вам надо кидать смог ковры. Если у нас есть, опять же. Потому что это, ну, самая такая позиция, где вы начинаете убегать и здесь чаще всего ловят. Когда, допустим, вам кидают гранаты, тут нужно пытаться нашивать, ловить халяву. Нашивать по бомбе. Тут, тут. Нашивать, допустим, вы были в хлопе, выходят здесь пробегающих. Да, опять же, смотреть от ситуации, где у вас тиммейт. Допустим, если он в дефолте, вы можете, если у вас остался смог, можете кинуть, выйти сюда, вместе с ним поиграть. Потом, если он долго каким-то образом живет, давать ему гранаты. Ретейки, короче, у вас приходит от того, что вы даете гранату. И вы смотрите, где, допустим, здесь вас много. Вы говорите, давайте выбивать. Пошли, дали смог. Если заняли КТ, говоришь, одному типа возьми КТ и пошел по стенке толпой, да. Дали молик тупую. Самый такой простой. И пошли толпой. Тут главное самое, это если вы вот эту роль играете, то ждите КТ, да, и типа до конца, пока типа проходят. Но также еще здесь может произойти так, что, допустим, КТ у вас свой тип идет, доигрывает, да. Вы можете ему подкинуть флешку сюда, чтобы он убил вот этого типа на железном. Вот. И в идеале, чтобы у вас всегда не было такого, что у вас, если вы ретейкайте, чтобы вас с одной зоны шли, допустим, чтобы шли толпа вся отсюда, а здесь никого нет. Короче, вам надо, чтобы вы ретейкали всегда с каких-то, ну, вместе. Но если, допустим, здесь большинство, а тут меньшинство, чтобы играли эти, чтобы меньшинство не играло, а большинство играло. Ну и, в принципе, последнее, короче, при ретейке, если искать отсюда, то смог ковры, да, дали, ждете. У вас КТ есть, типы пробивают. Здесь надо, короче, делать так, чтобы у вас, когда контакт у типа вот этого происходит со стенкой, чтобы у вас была прям автоматическая реакция. Вот здесь вот, вот эта роль, она не должна, короче, выходить первая никогда отсюда. То же самое. А вот здесь, наоборот, снизу должны идти пробивать, потому что если вас убьют отсюда, типа вот тут, а эти уже не разменяют, а ты спрячешься. Но если вот этот под углом вот таким убьет этот, то на голове тип, он всегда разменяет. Вот вы приходите в коннектор, вас срашат. Как вы можете это понять? Можете это понять по смоку сюда. Вы его слышите потом флешком вот сюда, которые летят первое вот отсюда. И чаще всего вам не будет лететь сюда молик. Поэтому, если вы не делали действия, вот эти, когда вы нету молика, и вы там вышли под эту флешку пикнуть, или под флешку тиммейт, то лучше сами идти, и вы ждете первый тайминг, просто даете ха-е, отошел, убил. Все. Против рашу других супер действий нет. Или там, допустим, вы приходите сюда, встаете, слышите, бегут. Главное, это не стоять, вот так не ждать. Отсюда или отсюда. Лучше здесь, допустим, сесть так, первый тайминг, флеш-бум, повернулись, убили. Сюда пришли, слушайте, слышите, что бегут, не делайте так, что вы стоите лицом и ждете. Слушайте, бегут, флеш-бум, вышел, убил. Короче, если вас пушат, если вот такая ситуация есть, что бегут на вас, всегда понимаете, что всегда будет лететь какая-то там, да, дефолтная какая-то флешка, которая будет вас убирать и типы стеками просто побегут убивать. А теперь последнее наставление. Если вы хотите учиться играть в кони, то вы заходите в профиль на фейссете к игрокам Нико и Электроник и смотрите их фейссеты на карте Мираж. И все. Это вам самый лучший совет, который может вам дать человек. Спасибо, что смотрели этот мини-гайд. Я постарался какие-то основные штуки назвать, какие мог. Информации еще может быть куча, но для этого вы должны сами приложить усилия и начинать смотреть демки и изучать игру.